В возрасте 21 года Александр Пушкин подготовил к печати рукопись своих стихотворений. Настала пора его первой книги. Стихи и так давно ходили по рукам. Чувствительные барышни записывали их в свои альбомы, столичные юнцы заучивали на памяти беграмма и оду вольность, что приятно щекотало им нервы. Император размышлял, не пора ли без церемонного юношу в Сибирь. Между тем сам Пушкин жил как птица поет. Он увлекался кроме поэзии, разумеется, шампанским, дуэлями, театром и красивыми женщинами. А еще азартными играми. Об этом статья Арины Буковской в журнале «Интервью» за август-сентябрь 2014 года. Опасная штука эти карты. В жизни Пушкина она играла заметную роль, как в жизни Достоевского рулетка. Поэт очень много играл, почти всегда несчастливо. Но ничего с этим поделать не мог. Он признавал, что страсть к игре самая сильная из его страстей. Я раскаялся, но поздно. Молодой поэт примыкал к компании столичной молодежи «Зеленая лампа». Что-то вроде кружка по интересам. В первую очередь интересовались литературы. Во вторую – больнолюбивая литература. И для разнообразия карточной игрой. Кружок формировался вокруг лучшего из минутных друзей минутной молодости Пушкина, усердного картежника Никиты Всеволожского. Всеволожский играет мел с толбом. Деньги сыплются. Восторженно писал поэт их общему приятелю. У него-то денег было гораздо меньше, чем у Никиты. Счастливого наследника табачных плантаций и виноградников. Поэтому свою первую книгу Пушкин решил издавать по подписке и распространял около 40 билетов. Простая схема. Сперва продается подписка, затем на эти деньги печатается сборник и рассылается покупателям. Рукопись была подготовлена. Читатели замерли в ожидании, но книга не увидела свет. Потому что азартный стихотворец полупродал, полупроиграл стихи тому же Всеволожскому, оценив всю рукопись в тысячу рублей. Вскоре ему пришлось покинуть Петербург. Император Александр рассудил, что молодому дарованию вредна рассеянность большого света и сырой воздух столичных каналов. А местная поросль, в свою очередь, обойдется без бунтующих поэтов. Спокой не будет. Пушкин отправился в Молдавию, затем в Одессу и, наконец, по высочайшему повелению в Михайловское, фамильную деревушку Псковской области. С момента злополучной карточной игры, лишившей его большей части юношеских стихов, прошло пять лет. Все это время он помнил о плененной рукописи, надеясь выкупить ее обратно. Но с учетом местоположения это оказалось непросто. Пушкин действовал в основном через брата, оставшегося в Петербурге. «Евись от меня к Никите Всеволожскому, и скажи ему, чтоб он ради Христа погодил продавать мои стихотворения». Писал и самому Никите. «В Всеволожске, милый царь, не дает мне свободы, продай мне назад мою рукопись за ту же цену». Время шло, поверенные медленные, поэт торопил брата. «Перешли же мне проклятую мою рукопись, не давай уничтожить, переписывать, издавать». Наконец дело сдвинулось с мертвой точки. Рукопись вновь поменяла владельца. Стихотворения, беспечно проигранные в карты, я раскаялся, но поздно. Вернулись к своему автору. Он тут же принялся за работу, воодушевленную уничтожал и переписывал. А также добавлял стихи, созданные за время изгнания. На радостях поэт модифицировал всю рукопись буквально с три дня, как будто опасаясь, что она опять исчезнет, и сразу же отправил обратно в Петербург издавать. «Я выстирал черное белье наскоро, а новое сшил на живую нитку, надеясь, что барыня публика меня по щекам не предтребьет, как непотребную прачку». Барыня публика, в том числе и мы, благодарные потомки и преданные ценители русской словесности, вздыхаем с облегчением. Задержавшись на пять с половиной лет, первая книга Александра Пушкина в январе 1826 года все-таки появилась в петербургских лапках. Как можно было не играть? До нас дошли воспоминания Николая Гоголя, о его первой попытке познакомиться с Пушкиным. Без приглашения, но с великим почтением, молодой Гоголь пришел к дому поэта и позвонил в звонок. Он робил так сильно, что по пути даже выпил для храбрости, но слуга не доложил о посетителе. «Почитывают?» Время сна уже давно прошло, и Гоголь взволнованно спросил. «Верно, всю ночь работал?» «Как же работал?» ответил слуга. «В картишки играл». И действительно, судьба злосчастной рукописи не помешала Пушкину играть и дальше. С тем же энтузиазмом. Впрочем, все вокруг играли, сложно было не играть. Карты в то время являлись одним из немногих развлечений, дозволенных светским условностями. Кто ими в обществе себя не занимает? «Воспитан дурно тот и скучен всем бывает», – шутливо утверждал дядюшка поэта Сергей Львович в своем стихотворении «Вечер». Никакое другое занятие не было столь распространено в разномастной среде русского дворянства. Играли в модных столичных гостинок, играли в простых домах, провинциальных поместьях, играли в зимнем дворце. Четырехугольные карточные столы, покрытые сукном, назывались ламберными. Мелом на сукне делались расчеты, записывали ставки. Ненужные записи стирались специальной щеткой. Использование колодок карт игроки выкидывали прямо под стол. Глаза щипал табачный дым. В смещениях часто было крепко накурено. Неровными стопками лежали нераспечатанные колоды. На каждую игру новое. Вместе с картами со стола падали деньги, но поднимать их считалось дурным тоном. На утро под ламберным столом лакей мог собрать неплохую прибавку жалоба. Ближайшая соседка Пушкина по Микадовскому имению как-то записала в своем дневнике. По Висту должен мне Пушкин 1 рубль 50 копеек. Я ему 20 копеек. Еще он мне рубль 70 копеек. Я ему 10 копеек. Еще он мне рубль 80 копеек. Как видим, деревенские ставки были маленькими, копеечными. Но Пушкин по своему обыкновению проигрывал и тут. Впрочем, Висту он предпочитал азартный банк. Игру, которая управляла исключительно удачей. Законы банка были элементарны. Банкомет, ведущий игру, кидал перетасованные карты направо и налево. Если карта, на которую сделана ставка, выпадала направо, он забирал выигрыш. Если налево, деньги доставали с противника. Сложно представить правила проще этих. Карты плясали за ламберным столом. Под дудку слепого случая. Ночи напролет молодые офицеры, почтенные отцы, чиновники, царедворцы и даже семейные барыни проводили за ламберными столами, напряженно ожидая, налево ляжет ли балет. Иногда это заканчивалось трагически. Балет ложился направо и огромные состояния, десятки деревень, сотни крепостных меняли своего владельца. В 1802 году вся страна всколыкнула поразительные истории из Большого Света. Князь Голицын проиграл графу Разумовскому любимую жену. Затаив дыхание, все ждали развязки трагедии. Долг чести нужно было отдавать. Но долг чести красивая женщина. Разводы в то время были почти невозможны. Однако оскорбленная Голицына добилась своего. Развелась и обвенчалась вновь с карточным соперником бывшего мужа. Княгиня превратилась в графиню. Пушкин, разумеется, знал эту некрасивую историю. Но знал он и азарт, сбивающий голову, как шапку, набикрень и заставляющий забыть обо всем на свете. Как-то на юге вспоминал друг поэта Вясенский. Пушкин поехал за несколько верст на бал, чтобы увидеть женщину, в которой был влюблен. Но приехал рано, начал играть и провел за ламберным столом всю долгую ночь. Так что прогулял и все деньги свои, и бал, и любовь свою. Кстати, азартные игры, подобные банку, в России были запрещены. За игроками велось наблюдение. Их имена докладывали лично императору. В полицейском картежном списке поэт значился под номером 36. Существует литературный анекдот о Пушкине, который объяснял император Николай I. Карты спасают меня от кандры. Ну что ж, после этого твоя поэтизия, удивился государь. Она служит несредством к уплате карточных долгов, Пашин Ильич. За все приходится платить. Карточные проигрыши доставляли Пушкину много подводов. Ему редко удавалось рассчитаться сходу за несчастливых дам и королей, оборачивавшихся вокруг шеи очередной финансовой петли. Денег обыкновенно не было. По молодости можно было рассчитывать на поддержку семьи, но отец не столь беден, сколь при жиместь менее всего желал расплачиваться за азартную горячку нелюбимого сына. Служба при коллегии иностранных дел приносила копейки, о которых совестно не говорить. Высланный из Петербурга на юг, Пушкин был обречен на безденежные. «Изъясни отцу моему, что без его денег жить не могу», – просит он брата. «Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре. Ремеслу же столярному я не обучался». Тем не менее, со временем поэт начинает именно жить пером. За свои труды он получает гонорары, позволяющие существовать худо-бедно, но независимо. Один из его приятелей, гордый стихотворец Семен Раич, даже вспоминал о беспокойстве Пушкина на этот счет. «Я, может быть, первый из русских начал торговать поэзией». Хотя гораздо точнее скажет об этом его знаменитая стихотворная строка. «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать». И рукописи он продавал дороже, чем когда-либо из его современников. Даже еще на собственную свадьбу получил от отца небольшую деревеньку в Нижегородской области, приносящую, к сожалению, не менее беспокойство, чем прибыль. Стало быть, денег даже на жизнь, и уж тем более на карты, было всегда недостаточно. Играя в банк, он любил, заложив руки в карманы, напевать солдатскую песенку, меняя слово «солдат» на свою фамилию. Пушкин бедный человек, ему негде взять. В итоге поражения за ломберным столом, как правило, превращались в бесконечные карточные долги, камнем лежащие на совести и репутации честного человека. Это заставляло поэта беспрестанно хлопотать и волноваться, занимать деньги, выписывать векселя, отдавать ломбард семейные ценности. Как-то после колоссального проигрыша в 25 тысяч рублей самой крупной карточной неприятности в жизни, ему пришлось совершить специальное путешествие в Москву. Затем лишь, чтобы с помощью ростовщиков расплатиться соперникам из игорного дома. Дорога от столицы до Москвы на почтовых лошадях занимала в среднем 5-7 суток. Задержаться пришлось на несколько недель. Почти месяц жизни был отдан карточному долгу. При этом в стране бушевала холера, а дома ждала молодая жена. История того грандиозного проигрыша началась еще до венчания поэта. Длилась более двух с половиной лет и привела нет ухода без добра к некоторому отвращению от ломбардных столов. Будучи женатым человеком, Пушкин играл гораздо реже прежнего. Впрочем, и до этого он успел потерпеть несколько любопытных поражений. «Я не проигрывал второй главы Онегина». За карточным столом Пушкин не раз рисковал плодами уплотновения. Рукопись ранних стихов была издана. Вслед за ней ходовой монетой, которую поэт расплачивался с фортуной, стал роман Евгений Онегин. Каждая глава представляла не только художественную ценность, но и порядочный капитал. Поэтому платили по 25 рублей за строчку. Поэтому, когда вся наличность переходила в чужой кошелек, в игру вступал Онегин. Как правило, несчастный жерт. Близкому другу Вяземскому Пушкин признавался. «Вместо того, чтобы писать седьмую главу Онегина, я проигрывал ШТОС». Четвертую. А буквально месяц спустя на зеленое сукно была брошена следующая, пятая глава. И тоже перешла к счастливому сопернику. В тот вечер Пушкин не сумел смириться с дорогой потерей. Вслед за ускользавшим Онегином на стол легла пара дуэльных пистолетов. Легкомысленная удача, поколебавшись минуту, слегка подмигнула поэту, и карта выиграла. Счастливые столы сумели не только отбить Онегина, но и заработать владельцу еще полторы тысячи рублей. Как жаль, что на свою последнюю дуэль он взял другие пистолеты. Знакомый Пушкина, господин Далекопольский, незадачливый игрок и сочинитель даже упрекал его за стихотворное мотовство и своей недружественной сатири. Глава Онегина, вторая, съезжала скромно на тузе. Пушкин же, хоть и испытывал к Великопольскому отеческое снеграждение, как невезучий игрок сопернику, еще более беспомощное обвинение отверг в резких выражениях. Я не проигрывал второй главы Онегина, а ее экземплярами заплатил свой долг, точно так же, как вы заплатили мне свой родительскими алмазами. Карточные встречи Великопольского и Пушкина повлекли на собой затяжную перестрелку эпиграммами, длившуюся около трех лет. «Играешь ты на лире очень милое», – квалифицировал Пушкин приятеля. «Играешь ты довольно плохо в Штос». Конечно, многие современники поэта знали о его страсти к картам. Когда он внезапно покидал столицу, разносились слухи. Проигрался. Некоторые знакомые даже пытались использовать эту особенность. К примеру, известный библиофил Сергей Полторацкий предложил сыграть на письма поэта-декабриста Рылеева, одного из зачинчиков восстания на Сенатской площади, к тому моменту уже повешенного у стен Петропавловского. Отчаявшись заполучить их у Пушкина обычным путем, Полторацкий в один прекрасный день поставил на кон тысячу рублей и предложил положить против них на стол желанные бумаги. Азартный игрок было согласился, но через миг опомнился. «Какая гадость! Проиграть письма Рылеева в банк! Я подарю вам их!» Он придавал большое значение мистическим случайностям и совпадениям и хорошо помнил, какую роль сыграли карты в нежданной встрече с другим декабристом, его близким другом Вильгельмом Кюхельбекером. Карты и Кюхля. Эту историю Пушкин вспоминал всю жизнь. Она произошла в дороге между Псковом и Петербургом. На одной из почтовых станций поэту не хватало мелких денег, пяти рублей, чтобы расплатиться за обед. Он тут же бросил на сукно более крупную банкноту, начав понтировать против случайного попутчика. И карта за картой проиграл более полутора тысяч. Я расплатился довольно сердито, записал Пушкин в двернике. Взял к займу 200 рублей и уехал, очень недовольный сам собой. Дожидаясь лошадей на следующей станции, несчастливый игрок скромно читал Шулера. Шум за окном его отвлекал. На двор въехали четыре тройки с арестантами из Шлиссенбергской крепости. В одной из них худом, небритом, бледном Пушкин узнал своего лицейского товарища Кюхельбекера. Они не виделись много лет. Пока поэт находился в ссылке, Кюхельбекер, Кюхля, как называли его в лицее, принял участие в декабристском восстании, был осужден и отправлен на каторгу. Тогда-то на пути декабриста из одной крепости в другую и встретил его Пушкин. Друзья бросились друг к другу. Жандармы их растащили. Пушкин пытался передать арестанту денег, требовал, кричал, угрожал. Полицейские были неумолимы. Кюхельбекеру сделалось дурно. Вспоминал затем парень. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и вшкакали. Больше товарищей никогда не виделись. Последнее, что мог сделать знаменитый литератор для одного из самых близких, самых первых своих друзей, отдать ему 200 рублей, занятые в долг нескольких часов назад. Это все, что было в кармане после карточной игры, сдержавшей его на предыдущей станции. Ровно настолько, чтобы он смог в последний раз увидеть Кюхлю. Жаль, что прощальную помощь, отчаянный дружеский жест отверг непреклонный охранник. Спустя годы из глубины сибирских руд Кюхельбекер сумел передать записку «Встречу с тобой, Пушкин, век не забуду». Как ненастные дни собирались они часто. Несомненно, страсть к картам приносила Пушкину неприятности. От немалые время, деньги и, возможно, здоровье. Но вместе с тем, благодаря этой страсти, появилось на свет произведение, без которых мы не мыслим Пушкинского наследия. Надо признать, помимо долгов и сомнительной репутации, игра давала поэту пищу для творчества вдохновения. Удивительно, но иногда он умудрялся чуть ли не одновременно и работать, и играть. Эпиграф «К пиковой даме», вспоминала Анна Керн, был создан буквально за ламберным столом. Причем даже не на столе, а на рукаве мелом записал поэт знаменитой строчки «Как в ненастные дни собирались они часто». Появилась бы «Пиковая дама» или «Повесть выстрела», не имея Пушкин страсти к азартному банку. Такие произведения могли быть написаны только настоящим игроком, знающим о картах не понаслышке, знакомым с победами и поражениями. Даже самый первый прозаический опыт Пушкина отрывок «Наденька» и тот описывает и горный дом. Тузы, тройки, разорванные короли, загнутые валеты сыпались веером, и облако стираемого мела мешалось с дымом турецкого табаку. Как-то в гостях у друзей Пушкин рассказывал сказку о чертях, метавших банк сотнями душ с рогами, зачесанными под высокие парики. Не оборвись его жизнью на дуэли, эта сказка могла бы стать сюжетом нового произведения об изменчивой удаче, вершающей судьбы людей, о мистической роли карт в человеческой жизни. Бесконечные тройки, семерки, тузы приносили немало беспокойства в жизни именитого русского поэта. Не играй Пушкин в карты, это был бы совсем другой Александр Сергеевич Пушкин. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. До встречи!